добрый вечер гомель уже давно стала крылатой фраза а я милого узнаю по походке и действительно эту фразу очень часто мы адресуем своим любимым родным и близким и действительно у каждого из нас походка своя у кого-то стремительная у кого-то нерешительная у кого-то в развалочку ну а у кого-то летящая тема сегодняшней программы летящей походкой как правильно ходить о чем расскажет походка именно такие вопросы мы задаем сегодня вам уважаемые телезрители поэтому пожалуйста высказывайтесь звоните нам 34 22 43 номер нашего телефона также мы ждем ваше сообщение в вайбер номер вы видите на экране этим вечером наши эксперты и гости научат как правильно ходить научат ходить красиво и без ущерба для здоровья ну а также подскажут что нужно предпринимать чтобы осанка и походка были королевскими дорогие друзья вы помните эту знаменитую сцену из комедии служебный роман когда секретарша верочка учила свою начальницу ходить она ей советовала втянуть все спереди лишнее сзади выпрямить спину расправить плечи поднять подбородок и сделать несколько шагов неудобно не правда ли дорогие друзья вот как правильно ходить об этом наши эксперты прямо сейчас и я приглашаю незамедлительно в студию тренера по спортивной аэробике светлану кошанскую светлана помните что вы идете в прямом эфире пожалуйста проходите добрый вечер а добрый вечер а также ортопеда травматолога медицинского центра детский доктор александра прокопенко добрый вечер добрый вечер дорогие друзья светлана вот вы мне скажите вы физкультурный работник наверное уже с 30-летним стажем так ну да да и я знаю что ну вот отзывы такие что вы любого научите правильно ходить это так 12 лет вы работаете в средней школе 45 и все ученики школы если хотят то могут научиться правильно ходить я не ошиблась вы не ошиблись все ученики которые ходят ко мне ходят исключительно правильно и красиво к вам на уроке физкультуры и на тренировки по спортивной аэробике потому что самое главное и основа чтобы находиться на этом уроке нужно правильно держать спину но мне кажется что каждый ученик который идет по школьному коридору видя вас выпрямляет спину безусловно особенно мои девочки когда они видят что я иду они сразу контролируют и походку и осанку потому что все профессионалы знают основа хореографии это спина спина должна быть как стена и как струна наверно александр так ну вот вы сказали особенно мои девочки но у вас же и мальчики ходят на занятия их не так много но и мальчики ходят хорошо светлана я знаю что вы пришли в эту студию не одна с вами сегодня воспитанницы так мы приглашаем диану и лену посмотрим на результат трудов совместных действий тренера и воспитанниц я так диана елена я не ошиблась да лена вам первый вопрос скажите пожалуйста вот вы сейчас шли красиво аккуратно это была специальная походка для прямого эфира нет это была моя обычная повседневная походка как я хожу в обычной жизни каждый день но спросим у диана ну диана специально что-то делала нет это моя тоже обычная походка который хожу каждый день прекрасно хорошо вот такая прекрасная осанка это результат трудов или это спасибо родителям от рождения нет это результат трудов благодаря нашим тренировкам как давно вы тренируетесь я тренируюсь уже 10 лет о это очень много кстати вы ученица какого класса десятого то есть первого класса что скажет диана родилась такая с королевской стати это благодаря гимнастике меня мы это каждый день тренируем спину качаем занимаемся у станка у стенки а я думала диана сейчас скажет спасибо моим родителям маме и папе ну им тоже конечно спасибо девчонки а вот трудно ли быть всегда такой потянутой вот я скажу что александр анатольевич наверно заметил что я уже несколько раз сутулилась вот что это довольно непросто ходить так всегда может это даже и вредно ну мы уже это выработали на тренировках это уже у нас автоматически то есть для нас это несложно хорошо тогда давайте попросим светлану рассказать и показать как же вот понять когда в какой момент и в каком положении тела осанка правильная что нужно сделать мы можем для вас провести тест для этого девчонки подходят вот к опорам к этим да вообще идеально к стеночке идеально к стеночке и мы можем очень просто проверить для этого к стеночке прижаться пяточками икры ягодицы лопатки затылок и вот заканчивая макушкой так вот все прижались если вы соприкасаетесь полностью значит у вас спина прямая сейчас девчонки сделайте шаг от стеночек ну и вот проверяйте если вы хотите еще раз убедиться вы можете опять сделать шаг назад прижимаемся и все наши уважаемые зафиксировались уважаемые телезрители и пошли так и запомнили королевскую королевскую осанку александр анатольевич а я вот еще слышала что да прижаться к стене всеми точками которые перечислила светлана и попробовать руку между стеной и поясницей обязательно до должно быть вот это место да в этом месте расположен физиологические поясничный лордоз да она есть быть в изогнутом состоянии но быта на бытовом уровне сложно спине нетренированной запомнить это положение проще взять книгу положить на голову и пройтись да а мы попробуем а мы попробуем дианочка ты можешь нам показать лен расслабься да получится или нет а вот пройди в красную зону так молодец прекрасно это достойно аплодисментов можно еще и вазу наверно сверху я не буду пробовать может быть разве только в конце в финале программы спасибо девчонки вы можете пока расслабиться селана проходим вот я еще чуть позже у вас прошу чем отличается гимнастическая походка от обычной вы подготовьтесь а пока к александру анатольевичу вот в студии сегодня держали осанку и ходили двое взрослых мы со светлана и двое детей вот что вы как специалист можете сказать что мы делали правильно что делали неправильно ну по девочку вообще ничего плохого не могу сказать это юные красивые красивые цветочки которых только можно восхищаться александр анатольевич помните что мы в прямом эфире а вообще про женщин не могу ничего плохо сказать все хорошо и с походкой и с осанкой да во всяком случае контроль и положение мышц заставляет держать правильную осанку хорошо вот осанка вещь важная но главный секрет наверное все таки в движениях ног вот как правильно ставить ноги в правильной походке вот многие считают что походка модели правильная я снова приглашаю встать вы и я да научите как правильно ставить ноги вот как мы идем вот походка модели она неправильная то есть человек в обычной жизни должен ногу ставить или параллельно или слегка на 5-10 градусов носок обращен к наружу то есть это считается правильной походкой ну и перекат стопы с пятки на носочек ну вот так вот я пошла это все правильно да и назад так а ну попробуйте вы и назад то есть ну все делаем правильно все хорошо хорошо никаких там вот покачиваний никаких наклонов кстати вот как руками нужно размахивать то есть ну это понятно левая рука правая то есть и наоборот левая нога правая рука так а сильно ли помогать себе движение рук поддерживает равновесие туловища и при этом важно держать осанку то есть стопа это фундамент для тела и при правильном положении спины распределяется равномерно вес на все участки тела на все суставы и то есть мы избегаем от даже при чрезмерной да никаких отклонений и назад даже при чрезмерной нагрузке это поможет снизить болевой порог понятно все присаживаемся на место отлично осталось определить спасибо осталось определить вот кстати еще ширину шага ну ширина шага у каждого индивидуальная как и походка ну например вот вот давайте я еще на мне ну вот смотрите на длину стопы это длина стопы на каблуках наверно точно всегда длина стопы если в кроссовках то чуть чуть больше чуть больше ну на каблуках это неправильно ходить на таких высоких ну так не высокие же Александра для меня высокие как ортопеду так хорошо тогда в таком случае как долго можно находиться на таких каблуках ну не более двух часов Александр Ильич скажите а как еще неправильно ходить вот неправильно ходить на каблуках неправильно ходить отклонившись наклонившись вперед как еще ну особенно у детей следует обратить внимание на походку когда дети косолапят то есть носки при ходьбе обращены вовнутрь так это говорит о проблемах возможных с тазобедренными суставами также следует обращать внимание на изношенность обуви на деформацию задника то есть обычно это кнутри заваливаются пяточки то есть при плоскостопии то есть периодически смотреть как стаптывается обувь так ну и также неправильная походка это когда ходят зачастую часто бывает у детей на носочках такое бывает да а почему нельзя потому что нагрузка на пальцы да ну идет нагрузка неправильная на передний отдел стопы что в будущем приводит к поперечному плоскостопию и также это говорит о какой-то возможно неврологической проблеме то есть следует обратиться к доктору для консультации и осмотра а вы сказали что наверное расстроились все модели что походка модели неправильно это по одной линии да почему неправильная ну почему нельзя так ходить девчонки наверно наоборот стремятся к этому но они в повседневной жизни не используют эту походку а это походка как бы привлекает внимание мужчин или они беды походка ну так как ей не воспользоваться в походках вот это профессиональная да походка вот кстати девочки покажите нам пожалуйста Дианочка да покажи нам профессиональную походку гимнастки как гимнастки ходят это не модели да и вот чем отличается потому что она идет спасибо Диана она идет с носка она не с пятки и потом ступает на пяточку и все движения очень жесткие и руки прямые а почему вот гимнастки ходят именно так что что они могут подчеркнуть ну это характеризует спортивный стиль и сам вид спорта это используют только на спортивных парадах на открытии на закрытии соревнований то есть это совершенно не продолжительные проходки которые просто демонстрируют к какому виду спорта к какому виду спорта это относится спасибо большое есть у нас телефонный звонок давайте слушать добрый вечер алло здравствуйте 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 меня зовут меня зовут Анастасия я из Гомиа и у меня вопрос к врачу у меня ребенок ему 4 года и он постоянно ходит на носочках скажите это может как-то повлиять на его осанку или это просто что он еще маленький нет это не маленький то есть у вашего ребенка явно есть какая-то проблема для этого вам стоит обратиться к неврологу и ортопеду для осмотра и консультации конечно это может привести к последствиям и изменениях в суставе естественно и на спину но уже может не пугать так телезрительницу просто сказать что эта проблема решаемая совершенно верно проблема решаемая ну то есть она заслуживает внимания не нужно это просто отпускать не все дети ходят то есть на а вот кстати когда грудничков так берешь под ну да нет вот именно вот в этом месте да ставишь на ножки они тоже всегда на носочки до трех месяцев допускается а если старше то снова к ортопеду то уже на полную стопу к врачам вот так можно обратиться все понятно Александр Андреевич вы по походке можете определить диагноз ну не все но да какие диагнозы определяются по походке ну я уже рассказывал то есть это дисплазия это забедренных суставов плоскостопия и также проблемы с артрозы то есть артрозы суставов это если суставы проблемы со спиной тоже хорошо заметны то есть когда человек ходит он себя щадит то есть соответственно меняется разновидность походки ну вы посмотрели ну наверное это же этика врачебная да вы же не подойдете не сделаете замечание человеку но посожалеете что человек вовремя не обратился к доктору ну да это скорее всего последствия какого-то заболевания красивая походка и величавая осанка сделают любого человека заметным и привлекательным так что дорогие друзья не пожалеете времени на тренировку это окупится и вниманием противоположного пола и здоровьем и как правильно ходить о чем расскажет походка именно такой вопрос мы задаем сегодня вам уважаемые телезрители поэтому звоните пожалуйста 34 22 43 номер нашего телефона и вы можете высказываться и писать свои сообщения в вайбер номер вы видите на экранах на протяжении своей жизни человеческая походка претерпевает значительные изменения но все же большую часть человек передвигается уверенно плавно и легко поэтому когда возникает боль при ходьбе или другие неприятные ощущения человек конечно начинает беспокоиться насколько это оправда нас просим у наших гостей тренера по спортивной аэробике учителя физкультуры и здоровья средней школы номер 45 Светланы Кашанской и ортопеда травматолога медицинского центра детский доктор Александра Прокопенко а еще дорогие гости я прямо сейчас хочу пригласить в эту студию Веронику Козлову Вероника я встречаю вас помните что вы идете в прямом эфире Вероника старший менеджер магазина все для здоровья медицинского центра улыбка сервис Вероника добрый вечер Добрый вечер скажите у вас всегда получается держать правильную осанку к сожалению нет а правильно ходить тоже нет не всегда не всегда получается но когда получается скажем ну когда получается я чувствую себя комфортнее в этот момент просто когда приходит момент я чувствую себя дискомфортно я понимаю что надо держать уже осанку правильно идти тогда мне становится легче вот лично у меня не получается держать осанку когда я вечером идут с работы нет кстати об этом это не сразу происходит могу сказать что первое время тяжело но постепенно вы начинаете к этому привыкать кстати об этом пишут и наши телезрители кстати пузиков Александр пишет здравствуйте как можно разогнуться и выровняться и идти ровно сумками с дачи точно нельзя да Зоя пишет нельзя носить сумку через плечо сутулость прибавляет вот а о чем расскажет походка пишет расскажет о возрасте и чтобы правильно ходить нужно с детства слушать маму и первую учительницу вот первая учительница тоже плохому не научит ну что ж уважаемые эксперты вот если у человека появляется дискомфорт боль при ходьбе ну наверное вряд ли стоит ждать что само пройдет конечно что делать это первые звонки для беспокойства для поводов для обращения к врачу то есть в ноге ли заболела в пояснице в плечах идем к ортопеду ну не обязательно к ортопеду можно к неврологу подойти но с какого-то доктора нужно все равно начать обязательно обращение так если может быть массаж или упражнения вот светлана скажет что может быть какие-то упражнения поделать и вдруг все пройдет бывает и такое то есть человеку помогает массаж или плавание тоже или лечебная физкультура то он может воспользоваться вот если эти боли носят системный характер то есть систематически повторяются ну это обязательно не терпеть конечно александр анатольч вот у человека заболели стопы кстати достаточно много людей наверное страдает и плоскостопиями вот так называемые косточки да скажите пожалуйста вот кто чаще обращается за помощью мужчины или женщины женщины конечно потому что они более дисциплинированы или у них больше проблем они более склонны к этому всему склонны к заболеваниям стоп да почему расплата за каблуки за красивый образ жизни вот так простой ответ а правильно все время ходить спортивные обуви каблуков нет нет ну спортивные обуви бывают тоже разных типов и есть обувь для занятий в зале есть для бега для велосипеда есть для ходьбы то есть и обуви которая предназначена для прогулки ну должны быть элементы какие то там супинатор вот который облегчает амортизацию стопы особенно если есть какие то уже проблемы с ней ну понятно взрослые дамы которые хотят на каблуках ходить ну мне кажется сейчас население настолько информировано и очень беспокоиться о здоровье школьников вот я хочу спросить у Светланы как много детей страдает заболеваниями вот плоскостопия или там какие то проблемы с ногами к сожалению очень большой процент это действительно зависит от обуви неправильно но лучше всего заниматься профилактикой лучше всего когда ребенок занимается спортом физкультурой очень хорошо танцы я могу сказать что гимнастика почти все упражнения для стопы это очень хорошая профилактика для укрепления свода стопы как правило девочки мальчики имеют меньше процент нарушений стопы а давайте мы прямо сейчас вот попросим Диану продемонстрировать какие то упражнения Светлана прокомментируйте пожалуйста Дианочка разуешься да дело в том что у нас есть хореография есть упражнения у станка на середине можно и не у станка наверное да можно и не у станка пожалуйста я вам даже скажу такое красивое название французское релеве это когда идет перекат с пятки на носок соединяются коленочки вся осаночка вытягивается животик подтягивается подбородок высокий это способствует да как долго вот так ну вот у нас идет дозировка 10 там 18 раз мы можем лицом к станку мы можем на серединке это выполнять мы можем одновременно поднимать пяточки вы видите что свод стопы работает это все делается не для профилактики мы это делаем чтобы красиво танцевать ну а мы взрослые и дети кто не занимается а вы можете это использовать для профилактики кстати стоишь на автобусной остановке и пробуй а если еще и зимой так у вас и стопа согреется если у вас нормальная хорошая зимняя обувь она не должна сильно облегать да правильно я говорю Александр Ильич вы подтвердите или опровергните даже если будут какие-то проблемы с венами то есть все знаем когда долго стоишь отечность появляется тяжесть в ногах эти упражнения безусловно облегчит ситуацию поэтому вот такие упражнения вас еще и стопу согреют стоя на остановке зимой еще у нас есть вот разновидности ЖТ когда ножка на 45 градусов выводится видите пяточку можно на себя носочек да вот вы тоже видите скользит пяточка по полу работает стопа постоянно на протяжении всей тренировки стопа в таком положении или пятка поднимается или носок или все возможные перекаты за счет этого свод стопы мышцы укрепляются и они держат эти косточки понятно я вот еще слышала девчонки говорили черепашка черепашка это черепашка вот это упражнение которое используют насколько я знаю на лечебной физкультуре и мы это тоже используем чтобы укрепить пальчики и свод стопы вот так вот передвигаться и взрослым и детям это действительно так все возможные прыжочки вот сейчас Диана правильно прыгает она приземляется с носка перекатом на пятку это тоже очень важно и вы обратите внимание что все эти упражнения они очень комплексно в соединении с упражнением для спины при этом спина правильная ягодицы зажаты лопаточки то что мы говорим всем на прищепках то есть они не должны торчать спасибо большое вот Диана наверное может присесть и Светлана а мы с Александром Анатольевичем мы идем потому что да мы повторим и подойдем вот к этому столу на котором обычные предметы бытовые которые найдутся в каждом доме правда если у кого-то нет тренажера для разминания или там тренировки стопы можно использовать все что угодно бутылочки да это самые дешевые и практически каждый может найти без сложности эти все предметы но это уже раритет ну может быть у кого-то остался да бухгалтерские счеты аналоги продаются то есть массажеры вполне доступны попробует на счетах Лена если можно вот покажите как можно обычными бутылочками да стопу упражнять так минус этих дешевых средств в том что родителям это ничего не стоит получается детей надо контролировать чтобы они это делали поэтому лучше это делать во время просмотра каких-то передач сидите добрый вечер смотрите и катайте пожалуйста скалку литературы да вот можно еще две бутылочки скалкой Диана второй ногой поработай так ну все получается лин здорово да хорошо так а что еще вы нам приготовили и вот такое упражнение будет особенно интересно маленьким деткам лучше делать это в игровой форме то есть отец или мама разбрасывает игрушки игрушки и по очереди собирают кто быстрее спасибо девчонки побыстрее девчонки ну вы собирайте а потом можете литературой заняться или тренировкой стоп дальше вот скажите пожалуйста можно ли если уже есть какие-то проблемы вернуть стопы к здоровому состоянию тренировками лечебной гимнастикой какими-то корректирующими предметами которые вот я сегодня вижу в студии ну все зависит от возраста и от степени запущенности проблемы со стопами то есть все таки можно да это более реально сделать у маленьких детей то есть школьный возраст или ранний школьный возраст но уже у взрослых это посложнее то есть уже задача в этом возрасте стоит не ухудшить патологию то есть не допустить ухудшения проблемы понятно вероника я хочу спросить вот от всех прекрасных приспособлениях которые находятся сейчас на столе что вы сегодня собой принесли это все может вкладываться в обувь да и каким-то образом корректировать улучшать явно улучшать состояние ног при ходьбе при носке этих изделий состояние улучшается в том случае что человек просто чувствует себя комфортнее его эта проблема не так уже беспокоит как раньше и при этом это изделие нужно носить каждый день то есть носить либо в какой-то обуви или в неделю допустим не годится ноги все равно будут болеть то есть это наверное в каждую пару обуви да или перекладывать или перекладывать есть изделие такого плана который вкладывается или вот такие три четверти которые подклеиваются на стикер и их можно для открытой обуви использовать и переклеивать я поняла расскажите какие вообще существуют приспособления для того чтобы вкладывать их в обувь и улучшать тем самым и походку здоровья которые вы перечислите что есть потому что может быть вот я не знаю которые считаются как профилактика вы поднимите более такие мелкие пилоты это изделие считается профилактическим потому что оно по всей своей длине мягкое так и есть изделие с более такими упругими пилотами оно тоже является как и коррекция так и его профилактика плоскостопие их тоже просто вкладывают детские стелечки они чаще всего используются из материала где более жесткие каркасы и изделие такого плана которые три четверти которые клеятся они подходят для любой открытой закрытой обуви но годятся в любых условиях которых может человек себе позволить то есть можно использовать это изделие постоянно переклеивая его независимо от того что здесь маленький стикер двусторонний скотч всегда решает эту проблему понятно как и показала практика сейчас такое есть но это же не только стельки и полустельки нет не только есть же еще какие то есть дополнительные приспособления такого плана как межпальцевые вкладыши они вкладываются между первым и вторым пальчиком и их используют в обуви но не всегда в обуви это удобно они занимают объем поэтому мы советуем чтобы люди начинали с моментов ночного времени носочек одели и уже с ними а и на ладони что бы наши телезрители смогли рассмотреть вы получается фиксируется межпальцевое пространство большой палец не отклоняется во сне потому что мы все знаем что в ночное время этот процесс, он более самый активный и болезненнее всё это проходит. Поэтому межпальцевое пространство фиксируется, пальчик не отклоняется, и в этом случае нога меньше болит. А вот при каком диагнозе, при какой проблеме, вот, например, этот склад? Поперечная плоскостопия. Поперечная плоскостопия, да? Я хотел бы дополнить, то есть, видите, сколько много изделий. Изделия само не лечит, лечит доктор. Доктор – это ортез, который должен назначаться врачом. То есть, если вы собрались, пришли и выбрать как обувь, ну, это невозможно. То есть, доктор должен назначить определённый вид стиля. Доктор назначит, и Вероника подберёт. Обязательно нужно обращаться к продавцу, чтобы они подбирали эти изделия, потому что изделия имеют разное исполнение и по-разному располагающиеся пилоты, что при неправильном подборе ведёт ещё к ухудшению состояния ног. Поэтому в этом случае нужно обязательно, чтобы продавцы подбирали это изделие под ногу человека. Я поняла, но там есть ещё некоторые вещи, о которых мы не сказали. Вот с такими петелечками это что? Да, вот это изделие я специально принесла показать. Очень много людей уже достаточно в пожилом возрасте, у которых есть вот проблема с поперечным сводом, где уже, ну, будем так говорить, поперечная плоскостопие дало ещё сопутствующее заболевание. Это бурсизм, по-моему, называется, насколько... Бурсизм, да, или молоткообразная деформация пальцев. Пальчики скрученными становятся. То есть это ведёт к тому, что пальцы трутся при ходьбе об обувь, натираются мозоли и вызывают тоже боли, неприятные ощущения от носки обуви. Поэтому это изделие создано таким образом, чтобы сюда вот вставить вот эти пальчики, которые имеют проблему. Есть изделие с одной петелькой, есть на две. То есть здесь уже зависит от того, как... И фиксируются пальчики. Да, оттягиваются эти изделия для того, чтобы затянуть таким вот образом. А, вот какая штука. Ну, туговато. То есть пальчик в этом положении выпрямляется, он не натирает обувь. Но тоже долго использовать нельзя, потому что это напряжение для пальца. Нужно постепенно использовать это изделие, чтобы не так это было критично для ноги и для своего собственного комфорта. Поэтому пару часов, там, может полчаса... Опять же, в каждом отдельном случае всё-таки консультироваться сначала с доктором. Нет, в этом случае не надо консультироваться. Здесь уже факт налицо, когда человек ищет вот такое, допустим, силиконовое колечко, которое избавляет тоже от натирания от обуви пальцев. Но оно быстро рвётся, потому что это силикон, и чаще всего нога из обуви достаётся. Остаётся, ёрзает, да, и они сминаются. И вот это самое практичное в этом случае оказывается вариант. Но к нему просто дольше нужно привыкать. И даже на мою практику я увидела изменения у некоторых из наших клиентов, которые к нам приходят в магазин, покупают эти изделия. Говорят, что уже есть даже такие... Не много людей, но несколько человек точно мне сказали о том, что пальцы стали ровнее. То есть постепенно получается... Это как тренировка связок. Связки всё время обливаются кровью в этом положении, когда находятся в этом изделии. Они становятся более пластичным, и пальчик начинает немного выпрямляться. То есть он не полностью изменится в состоянии, не вернётся к той же анатомии, что был, но улучшит состояние в любом случае. Хорошо. А вот интересно, можно ли неудобную обувь, например, у человека нет проблем, можно ли просто неудобную обувь с помощью каких-то приспособлений сделать удобной? Можно, но здесь нужно рассматривать, какая проблема в этой обуви. Ну я вам скажу, вот, например, у дам часто такая проблема возникает. Туфли на шпильке с тонкой подошвой, да, и очень больно вот долго ходить. Сейчас Александр Анатольевич скажет, что вообще нельзя такое покупать. Что не сделаешь для красоты. Конечно, да, соглашусь, что вот эта обувь в исполнении такой подошвы слишком тонкая. И при ходьбе поперечный свод, он очень набивается от ходьбы. Ударяется, да. Ударяется, да, при ходьбе и появляется натоптыш от носки именно такой обуви. То есть силиконовые вкладыши или мягкие кожаные вкладыши решают эту проблему. Но здесь нужно подбирать. Вот опять же, кто поможет разобраться в многообразии существующих приспособлений? Изначально всё-таки доктор или можно сразу к консультанту в магазин? Ну, я считаю, что доктора не могут так прямо сказать, вот вам подойдёт вот это, а вот вам вот это. Потому что каждый человек, как мы говорим, индивидуален. И у нас у всех разный болевой порог. Кто-то очень остро это ощущает, такие нюансы. Кто-то, в принципе, терпимо. И кто-то ложит силиконовое изделие и говорит, всё, это идеально, мне комфортно, мне хорошо. Кому-то даже силиконового не хватает. Значит, там есть какая-то проблема. Но я всегда советую обращаться к ортопедам, травматологам, для того, чтобы человек точно понимал, что у него или есть проблема, или её нет. И вот от этого уже отталкиваться и подбирать изделие. Александр Анатольевич, согласитесь? Я соглашусь со многим, но хотел бы ещё добавить. Бывают ситуации, когда, может быть, вместо стельки стоит задуматься об оперативном лечении или каких-то других видах лечения. Сейчас масса методик на операции. И, то есть, возможно, небольшая операция решит какую-то проблему. Но это не означает, что после операции вы будете жить с новой стопой. Нет, этими изделиями вам надо будет пользоваться пожизненно. Но всё-таки, я думаю, надо сначала в магазин за стельками, да, с упражнениями, с тренировкой. Обратиться в кратчу, купить стелечки и, конечно же, тренировать стопы. Это в любом случае. Вероника, я вот слышала, силикон, кожа. Из каких материалов в основном изготавливаются эти изделия? Это для кожи ног не вредно и для здоровья? Нет, абсолютно не вредно. Это не вызывает никаких последствий определённого фактора, как кожное заболевание и тому подобное. Изделие силикон, оно всегда гипоаллергенно. Может быть, есть исключительные люди, у кого просто аллергия на именно вот это изделие, само состав силикон или гель. Ну а так проблем никогда с ними не было. Кожаное исполнение изделий, поверхность кожаная, не вызывает также проблем, если у человека нет тоже соответствующего показания о том, что у него аллергия именно на кожу. Поэтому в этом случае любое изделие не вызовет у вас никаких проблем, если вы будете просто носить, правильно ухаживать за ними. Здесь тоже нужно... Вот, кстати, да, это прослушивать надо, наверное, да? Да, что изделие нужно обязательно ухаживать за ними, потому что они имеют свойство изнашиваться, и в обуви, которая мало проветривается, они также поддаются очень медленному процессу гниения. Это, ну, бактерии, грибок, то есть вот этот момент может потом возникнуть, если человек не ухаживает за стерпами. А так проблем не будет. Спасибо. Есть у нас телефонный звонок, давайте слушать. Добрый вечер. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Людмила Гомель, у меня такой вопрос. Скажите, есть ли какие-то приспособления для лечения половарусной стопы на фоне неврологического заболевания? Или это нужно сначала к врачу-неврологу обращаться? Спасибо. Понятен вопрос? Да, конечно. Спасибо, Людмила. Попробуем, ну, ответить и Вероника, и Александр Анатольевич. Ну, наверное, я начну. Да. Ну, диагноз тут неправильно, наверное, сказано, может быть, ошибся. Спасибо за вопрос. Плосковальгусные стопы, ну... А что это значит, вот? Это... Плоскостопие? Да, грубо говоря, плоско. То есть, это плоская стопа, и пятка стремится кнаружи. То есть, такая икс-образная, когда ребенок стоит иксом. В любом случае, эта патология корриируется ортопедом. То есть, требуется осмотр ортопеда, и уже делается из осмотра ребенка. Это или плантоскопия, или снимки стоп. Решается вопрос, стоит ли эту применять стельку, какую именно стельку, или же ребенок нуждается в ортопедической обуви. Но стельки существуют, да, Вероника? Так стельки, они и есть уже таковыми, которые... Да, да, для этих проблем. То есть, все есть, если Людмиля посоветует ортопед. Есть просто изделия, которые выполнены с более мягкими пилотами, а есть более жесткими. Вот на это должен обратить внимание именно ортопед. В этом случае, что лучше советовать пациенту? Ну, и у ребенка неврологические проблемы, там требуется специфическая коррекция. То есть, может быть, обычной стельки недостаточно. Ну, это все решаемо. К счастью, прекрасно. Вероника, скажите, пожалуйста, какие еще товары, ну так, или приспособления напрямую или косвенно могут способствовать красивой походке, хорошей осанке? Ну, здесь может быть только корректор осанки, который, в принципе, впоследствии дает возможность мышцам держать спину правильно. У нас есть корректор осанки? Есть, да? Мы тогда попросим, давайте я схожу за корректором. Так, пожалуйста, спасибо. Так, Вероника, поможете, кому мы будем? Диане, Леня? Девушка, которая повыше. Так, попробуйте вот здесь. Диана надевает, да, и расскажите. Для изделия здесь немаловажно использовать маечку, потому что изделия синтетика, чтобы не натирала нигде, не мешала при занятиях физического плана. Они по размерам, да, эти корректоры? Да, изделия обязательно подбираются по размерам и меряются прямо в магазине. Для того, чтобы корректно подобрать изделие, продавец замеряет ребенка или взрослого и дает примерить это изделие в соответствии размерной таблицы, которая имеется у производителя. Ну, немного великоват изделие по талии. Девушка у нас очень стройная, соседая. Гимнастка? Да. Ну, это тоже все решаемо. Изделия можно немножко подшивать, потому что все дети, покуда формируются, они нестандартные, не подходят под эти все таблицы производителей. Поэтому мы это все обговариваем уже прямо в магазине. И еще у меня вот вопрос, Вероника. Как часто, как долго можно носить корректор осанки? До 4 часов в сутки, но только при нагрузках. То есть не нужно забывать о том, что изделие как и дает пользу, так и может принести вред. А какой вред может принести корректор? Если вот посмотреть на спину, в корректоре спина становится ровной. Вот здесь вот создается напряжение при натяжении вот этих верхних шлейек. Это нормальное состояние в первое время, когда ребенок начинает носить. Он даже может жаловаться на тот момент, что ему вот здесь больно, он не хочет надевать это изделие. Ну, на 20 минут. Начинаем первую неделю по 20 минут. Не когда он что-то там в игрушке какие-то играется или просто сидит, балует, телевизор смотрит, допустим, мультики. А именно когда пишет, читает, то есть занимается определенным каким-то занятием. Давайте спросим у Лены. Ей комфортно в корректоре осанки? Комфортно. Нигде не давит? Нет. Что это значит, Вероника? Ну, это значит, что у нее очень хорошая осанка, поэтому ей нигде не давит. Потому что если бы она была сутула, она бы сразу сказала, ого, как обычно об этом говорят дети. Непривычное состояние. Когда начинаешь мерить это изделие, начинаешь сразу немножечко пищать о том, что им больно вот в этом именно месте. То есть корректор, Александр Анатольевич, говорите. Я хотел бы добавить пару слов по поводу длительности ношения этого изделия. Организм очень хитрый, как и мы. То есть если его извне что-то держит, мышцы перестают работать. То есть девочки такую осанку заработали 10 лет, по-моему, да, занятиями, этот корсет. То есть корректор осанки ее убьет через полгода, если она будет длительно носить. Но она не будет носить потому, как ей не надо. Спасибо большое. Вот именно в сидячем положении надеваем корректор, чтобы мышцы запомнили, да? Конечно. Здесь вот так же немаловажно, чтобы это рекомендовал, конечно же, доктор. Обязательно. Потому что просто так, как мама заметила, что вот у меня ребенок сутулится, вот хочу вот это надеть. А есть ли в этом ли причина? Какая причина в том, что он сутулится? Сидит все время за компьютером, нагнувшись? Или у него уже искривление идет определенного фактора, такой как сколиоз. Здесь нужно обязательно получить консультацию врача, уже потом от этой консультации оттолкнуться и идти выбирать изделие, подходящее для ребенка. И так же действовать. Там есть всегда инструкции, какие пишут, даже производители пишут, не всегда много, но мы все равно оговорим, что начинается по 20 минут до 4 часов при нагрузках. Но это в случаях, когда есть серьезная проблема, когда это совсем слабенько, он немножко кривится, там что-то сутулится. Мы говорим, что нужно укреплять мускулатуру. Без этого ничего не будет. Давайте освободим Лену. Спасибо, Лена, Диана. Оставайтесь здесь. Александр Анатольевич, я вот еще хотела вопрос задать про те самые пресловутые косточки. Это как правильно называется? Это поперечная плоскостопия. Всего лишь так безобидно? Всем кажется, что плоскостопия-то вообще не болезнь. Ну, это большая проблема, потому что стопы – это фундамент нашего организма. И кто сталкивался со строительством, знает, что на фундаменте ни в коем случае экономить нельзя. Это правда. Об этом мы еще поговорим после небольшой паузы. Уважаемые телезрители, если у вас появились вопросы к нашим экспертам, задавайте их, пожалуйста, еще поделитесь мыслями, что может выражать походка. Высказаться можно, позвонив по телефону прямого эфира 3422-43 или написав нам в Вайбер ваши сообщения. Оказывается, походка таит в себе безграничные возможности. Ею можно соблазнить, а можно и сообщить о своей неприступности. Подтвердит ли это наш следующий гость? Точнее, гостья. Я приглашаю в эту студию Ольгу Грицынок, психолога. Ольга, помните, вы идете в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, вот Александр Анатольевич с легкостью по походке определял диагноз. Скажите, а вот с психологической точки зрения, что вы можете прочитать по походке человека? И что можем мы, обычные люди, не психологи, узнать по походке человека? Я как психолог стараюсь не делить походки на правильные или неправильные. Психологи обычно говорят, что походка – это также как характер. Это отражение характера. Это отражение темперамента. А еще главное – это отражение того, с какими мыслями человек идет по жизни. Как он справляется с грузом забот? Насколько его что-то ободряет и делает тогда походку летящей? Насколько у него… радует ли его перспектива? Есть ли у него какая-то хорошая цель, к которой он будет стремиться? И чувствует ли он опору внутри себя? Чувствует ли он уверенность себя? И тогда это держит его спину ровной. Чувствует ли он себя достойно? Позволяет ли ему ситуация это делать? Здесь вот, например, подросток идет. Допустим, даже у него немножко сутулая спина. Но поскольку подросток, он просто, возможно, еще не очень уверенно себя чувствует во взрослой жизни. Он не всегда… Так что же позволить ему сутулиться? Вот посмотреть ниже, как идут его ноги. Если ноги идут уверенно и быстро, это значит, что он, может быть, спешит пройти какой-то сложный участок. Но пройдя его, он получит опыт, который сделает его сильнее. Он преодолеет что-то. И тогда его уверенность раскроет его спину. А чтобы ему помочь, подскажите ему, где он… в чем он силен? Где его сильные стороны? В чем его достоинство? В чем он крут? Это уже задача родителей. Да. Или педагогов, если кто-то может поддержать. Педагогов, да, физкультуры, здоровья. Это окрыляет и, конечно же, да, раскрывается спина. Скажите, пожалуйста, насколько важна мотивация вот в этом деле? Может, вы о себе расскажете? Вот как вы раньше в детстве ходили? Я сутулилась, это точно. Наверное, как и многие детки, поскольку мы все, современные дети, учимся в школе. Я помню вот такой момент, когда мне было лет 11-12, мама очень много сил потратила на то, чтобы объяснить мне, что вот ходить нужно и ставить ножки параллельно. Не разворачивать носки. Вот так вот, да, уточкой. Года два это все длилось. Сработал совет папы. Он сказал всего два слова. Но здесь, знаете, сработал этот принцип, когда дети подрастают и входят в подростковый период. Советы родителя своего пола воспринимаются уже совсем не так. Вот если скажет родитель противоположного пола или другой взрослый, которому подросток доверяет, эти слова засянут гораздо глубже. Папа сказал очень просто. Вот ты идешь по дороге, представь, что как на шоссе разделительная полоса, твои ножки должны становиться параллельно. Ничего сложного. Но это сказал папа. Он у меня не очень говорлив, поэтому эти слова я запомнила. Все. Два года маминых попыток ситуацию не исправили. Никак. Вот. Потом, когда появились у меня первые каблучки, он сказал тоже очень простую вещь. Ты же обрати внимание, ты встала на каблучок, твое тело естественным образом сместилось вперед, и голова ушла вперед. Центр тяжести сам смещается. Но только уходить же ты так не сможешь. Следи, чтобы голова всегда была чуть дальше. Все. Ближе к звездам. Да. Да. Вот как показывали девочки у нас вдоль опоры. Все. Больше ничего не нужно было для красивой походки. Два совета. Ольга, скажите, а вот действительно ли походка это дело индивидуальное? Это как отпечатки пальцев. Да, это отпечатки нашего характера, отпечатки наших мыслей. Но она всегда, конечно, меняется. Это отпечатки еще состояния. Потому что женщина, ходящая в процессе шопинга, у нее совсем другая походка. Не так, как она идет с работы, не так, как она ведет в садик ребенка. Это все отражение наших эмоций и переживаний. Есть у нас телефонный звонок. Давайте слушать. Я только хотела зачитать. Но слушаем, конечно, вас, уважаемый телезритель. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Я смотрю передачу, заинтересовался магазин «Все для здоровья». У нас по сервису. Где он находится? Адрес его. А мы, наверное, на баннере давали, да? Давали на баннере. Но у нас Вероника в студии, поэтому я вот... Вероника, пожалуйста, да, можете к нам выйти и ответить на вопрос. А, у вас же свой микрофон. Подходите, подходите ко мне. Куда зайти? Это нужно подъехать на улыбку сервис, медицинский центр, который располагается по улице Барыкина, 132. Территориально это фабрика «Прогресс». Остановка, если ехать с седьмым троллейбусом от вокзала. То есть, в принципе, до вокзала можно добраться любым транспортом, а там садимся на семерку и едем до этой остановки. Через дорогу мы заходим. Еще график работы. Скажите, это важно. С понедельника по пятницу с 9 до 7 мы работаем без обеда. Это суббота с 10 до 5, и в воскресенье с 9 до 2. Каждая вторая суббота месяца у нас с 9 до 2. Спасибо большое. Пожалуйста, приходите. Всего доброго. Ну что, уважаемые гости, я хотела зачитать несколько сообщений из Вайбер. Вот мне очень понравилось. Александр Анатольевич подтвердит. Ольга, Светлана. Чтобы красиво ходить, надо научиться правильно стоять, сидеть и лежать. Написала Наталья. Это так? Как ребенок развивается, такой последовательный, все-все надо учиться. Как правильно ходить, пишет Вероника. С улыбкой. Еще ответ Павла. Точно не как ходят модели. Далее. Творческие люди ходят обычно медленно, делают размеренные шаги. Сергей, это так, Ольга? Да. Абсолютно точно, да? Правильно ходить с гордо поднятой головой, глядя на звезды, пишет Николай. Хороший ответ. И еще вот такое, действительно ли это так? Если равномерно смазать ступню ярким раствором акварельной краски и встать на лист бумаги, то можно сделать выводы о наличии или отсутствии плоскостопия? Ну, совершенно верно. Ранние методики диагностики плоскостопия так и проводились. Но век идет вперед, технологии развиваются, это можно сделать на плантоскопе. У нас в детском докторе это доступная процедура, недолго занимающая времени. То есть хотите акварелью, а хотите к доктору, и это сделают, и не надо морать ноги. Так, следующее. Ходить надо без сумок, а наши женщины навьючены грузом. Не люблю сумки. Полина Аркадьевна. Плохие мужья, что не помогают носить сумки. Рюкзаки доставлены. Да, рюкзаки, Светлана говорит. Если при ходьбе человек сильно машет руками, то это говорит о том, что у него все в порядке с чувством юмора, пишет Алексей. Так ли это, Ольга? Да, скорее всего и это тоже, поскольку это человек эмоциональный. Он ярко и широко проявляет эмоции, видимо, и смех тоже. И вот такой специальный вопрос. Плоскостопие – диагноз, имея который призывник не идет в армию. Но не все степени заболевания являются причиной отсрочки. Почему? Ведь нагрузки на ноги у солдата огромные. Да и нет возможности отследить, будет ли прогрессировать болезнь, пишет Светлана Петровна. Ну, с первой и второй степенью плоскостопие забирают абсолютно в любые рода войск. Решаем, к сожалению, это не мы, а Министерство обороны на основании постановления. Ну и хотелось бы дополнить, что в армии в Соединенных Штатах нет понятия о плоскостопии вообще. То есть делается индивидуальная обувь или подошва. Все это, проблема решаема. Ну, я так думаю, что вот с помощью каких-то предметов вряд ли солдат посадят делать профилактическую зарядку. Нет, это в таком возрасте уже при их нагрузке не поможет. А, не поможет. То есть должно выполняться, да, качественно. Хорошо. Есть еще такой вопрос. Как правильно подобрать обувь при плоскостопии? А я бы дополнила вопрос телезрителя следующим. Как правильно вообще выбрать обувь? Вот у нас сегодня здесь несколько образцов. Скажите, в какой обуви и как долго можно ходить? Ну, я вам сразу скажу внешне. Из этой обуви находиться можно не более двух часов. Это в этих, понятно, шлепках? На шпильках. Поднимите, покажите. Вот на шпильках. Женские любимые. Да, а вот эти же еще и с платформочкой такой. Или, если все-таки требуется сделать куда-то выход у них, возможно, использоваться стильками специальными для модельной обуви. Так. Они помогают разгрузить стопу. И тогда можно не два часа, а три. Да. Время, то есть два часа сложно выдержать. Поэтому возникнут боли. Ты хочешь, не хочешь, хочется снять их. Поняла. Стилька заставит их не снять. Ну, в шлепанцах-то можно целый день. Ну, не совсем так. Здесь абсолютно плоская платформа, то есть подошва. Ну, возьмите их в руку, покажите. Эта обувь вообще предназначена для саун, бассейнов, пляжей. Ну, иногда у нас народ летом ходит в таких по городу. Я тоже люблю так ходить, но не по городу. Так. По даче. Ну, кроссовки. Ну, вот здесь кроссовки, то есть здесь имеется супинатор. То есть это обувь предназначенная для ходьбы, то есть для прогулочной обуви. То есть здесь, конечно, незаметно, но... Ну, вряд ли вы скажете, что два часа, уже можно четыре, да? Да, это специальная обувь, которая предназначена для ходьбы по городу. Ну, а вот с таким каблучком? Ну, оптимальная высота каблука где-то до четырех сантиметров. То есть от низа... Ну, здесь будет больше, здесь больше. То есть, ну, в этих вы сколько нам разрешите? Ну, часов пять-шесть можно походить. Так, спасибо, Александр Анатольевич, разрешили. Ну, что ж, у нас буквально несколько мгновений остается до финала программы. По несколько слов пожелания нашим телезрителям. Ольга, пожалуйста. Вы знаете, чтобы легче была походка, представьте что-то хорошее, что ждет вас в ближайшей перспективе. Это не обязательно должна быть какая-то слишком высокая цель, слишком недостижимая, наоборот, расстроит. Представьте, что хорошее может быть сегодня вечером или в конце недели. Тогда ваша походка будет намного бодрее. Спасибо, Александр Анатольевич. Берегите и любите свое здоровье. Оно бесценно. Очень хорошее пожелание. Ну, и Светлана? Помните, что занятия спортом делают вас красивыми. И, конечно же, походка спортсмена видна сразу. Она летящая. Ну, а я, в свою очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые телезрители, за вашу активную жизненную позицию. А еще я, конечно же, хочу сказать спасибо всем участникам нашей сегодняшней передачи и, безусловно, зрителям, которые нас убедили. Походка – это составляющая хорошей осанки, хорошего здоровья. Это очень-очень важно. Поэтому, дорогие друзья, побеспокойтесь об удобной обуви, воспитании осанки. Распрямьте плечи, сбросьте с них груз проблем, поднимите выше голову и вперед к новым вершинам, в том числе и спортивным. Иногда не забывайте загадочно улыбаться себе и окружающим. Дорогие друзья, это была программа «Добрый вечер, Гомель» и Елена Троценко. Всего доброго, до встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ